Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Рада вас приветствовать. Сегодня мы будем говорить о сладком, но не с точки зрения, так сказать, изучения деликатесов, а с точки зрения, кому бы из знаков зодиака не следовало бы увлекаться сахаром и не из поясни диабета, а из-за того, что оно им физически достаточно сложно пережить, переработать, и им излишняя сладость категорически не нужна. Но обо всём по порядку, тем более, что там будет упомянуто всего три знака. Вообще, что касается сладкого, споры идут по сей день, но прежде чем мы поговорим об этом, мне бы хотелось поблагодарить тех, кто поддерживает канал, который остро нуждается в поддержке, и я вам очень благодарна, что вы меня не бросаете в трудную минуту. Второе, что я хотела сказать, ссылка под видео, гадание на системе МОД тибетской. Переходите по ссылке, как только зайдёте, нажимайте перемешать карты, потом гадать, вам выпадет соответственное сочетание, внизу ответы по сферам, советы, как вам жить, что вам делать, там и лично, и покупки, и финансы. Ну, в общем, разберётесь, дорогие мои друзья. Если плохо загружается, просто подождите. Система создана бесплатно, поэтому ничего платить не надо, просто бывает, что затор в загрузке страниц. Ссылка там, где реквизиты с просьбой о помощи, находятся в подвиге. Ну, а теперь непосредственно к нашей сладости. Дело в том, что споры о сладком идут давным-давно. Нужно, не нужно. Ну, я тоже, естественно, разбиралась с этими вопросами. И вот злосчастный диабет, который, собственно говоря, часто привязывают именно к неумеренному поеданию сладкого, на самом деле там не всё так просто, дорогие мои друзья. Отсутствие диеты и увлечения от них не сладким, а, например, жирным, обильно копчёным, причём это всё в больших количествах и прочее, прежде всего нарушать гормональный фон. Отсюда идёт проблема с инсулином. Вот, вдаваться в эти детали не будем, тем более, что я не доктор, и к сладкому это не имеет никакого отношения. Так что это первый момент, который я хотела обсудить. Второй. Наши мозговые клетки, то бишь то, чем мы работаем, думаем, я надеюсь, что это делают все, и прочие, не работают без сладости, которые попадают в наш организм. Мозг напрямую питается сладостью, поэтому мёд, тростниковый сахар, который считается более полезным, чем белый, вот этот, который мы часто употребляем в пищу, конечно же, должны появляться в нашем рационе, потому что без этого наши мозги просто атрофируются. Нету сладкого, нету жизни. Более того, в своё время я узнала такую истину, но её подтвердят или опровергнут диетологи, что если у вас дома есть тортик, и вы следите за фигурой, и не хотите лишнего, то, сладостью и жиром себе нанести урона, нужно есть рано утром, не позднее, чем в течение трёх часов с момента просыпания. Все наши тортики в этот момент усваиваются организмом-транзитом и не успевают отложиться на боках, и можно насладиться нашим тортиком, скажем, на завтрак, отправляясь на работу. Так что всегда найдётся уловкое место, когда можно себя чем-то побаловать. Вот такие вот моменты у нас. И тут явно возникает разночтение. Значит, получается, что ущербность мозга без сахара нам явно обеспечена без сладости. Вот. И сладкое в умеренных количествах, конечно, нам нужно всем. Особенно в виде мёда, в прикуску с чаем, травяным или зелёным. Это вообще, можно сказать, замечательная история. Однако же, дорогие мои друзья, трём знаком нужно особо рассматривать свою сахарную историю в жизни, потому что есть особенности организма, которые мы сейчас должны обсудить. И первый знак, о котором мы поговорим, это весы. Чем грозит сладкая веса? Дело в том, что весы делятся на две категории. Одни фанатично следят за своей фигурой и не едят даже чайной ложки сахара, что, в принципе, отражается прежде всего на работе мозга. Я не говорю, что они делаются слабоумными. Но поскольку мозг недополучает глюкозы и прочего, он от этого страдает. И если вы сразу это не заметили, то могу сказать, что это имеет место быть. Поэтому совсем отказываться от сладкого – это утопие. И есть вторая категория весов, которые мечтают о своей фигуре, но удержаться от изобильного употребления сахара не могут по определению. У них просто навязчивая идея. Есть побольше сладенького. Они в этом нуждаются и просто грезят конфетами, шоколадом и прочим, 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 которое их манит до невозможности. Поэтому в какую категорию вы, дорогие мои, вы не попали, помните, пожалуйста, что фанатист плох в любом случае. Первые – обделять свой организм углеводами и, собственно говоря, мозг от этого страдает. У вторых – страдает талия и фигура, которая явно указывает на то, что человек любит сладкое, ни в чем себе не отказывает. И сладкое здесь не только в виде сахара, но сразу добавляются пирожные и прочее, прочее. Вот. Сгущенка и те вещи, которые, собственно говоря, поедаются не в то положенное утреннее время, которое мы уже определили, что, в принципе, можно было бы себя побаловать. И так постоянно. Стресс случился. Закусили конфетками. Перекус необходим. Некогда сходить полноценно, поесть или конфетки и так далее. Там пирожок, там пирожное. И процесс пошел на бока. Было бы неплохо, если бы мы держались в середине, дорогие мои друзья. Это я сейчас говорю весам. И не страдали от полностью отсутствия сладкого, ну и не перебарщивали. Почему же все-таки весы? Дело в том, что весы – один из тех знаков, который очень заточен на эстетику, на безупречный внешний вид и прочее. И бывает так, что человек буквально находится в стрессовом состоянии. Он не может себе отказать сладкого, объедается, делает сумасшедшие привесы, и сам себя этим бичует потом, потому что не может видеть себя в собственном зеркале. Поэтому я и говорю, что весам лучше бы держаться в середине и совсем не бороться с калориями, как это у них бывает, потому что весы – очень своеобразный знак. Если мы рассматриваем количество анорексичных людей, то весы здесь впереди планеты всей. А вот это вот преследование собственной фигуры, самобичевание за малейшие изменения в ту или иную степень и неумение вовремя остановиться в смысле оттачивания фигуры, многих весов подвело под монастырь. Поэтому мне кажется, что, дорогие мои друзья, мы вроде как заговорили за сахар, но прежде всего мы вертимся вокруг и около правильного питания. Да, вы фанаты этого правильного питания во многом, хотя я уже сказала, что есть и категории людей, которые категорически не могут совладать собственными хотелками, когда речь доходит до еды. Но процент тех, кто объедается в знаке весов очень-очень незначительный. Всех остальных можно вставить в обратную сторону. И когда вы, конечно, считаете свои калории, делаете делом чести, все-таки меру надо, дорогие мои, знать. Потому что красота, она красива только тогда, когда есть на что посмотреть, в принципе. Но весы в этом плане могут быть безудержными. Имея уже доходяжный вид, при этом они себя считают исключительно толстыми, загоняют физически поработать в тренажерные залы, потом еще подиетировать, потом забыть поесть, и выглядят как набор костей в трусах, при этом считают себя излишне, так сказать, опышными. Так что, дорогие мои, и излишнее потребление сладкого, мучного и прочее выводит весы из себя, потому что нарушает их баланс внутренний мироощущения, они начинают себе стесняться, они ни о чем не могут думать, они страдают от того, что не выглядит так эстетично, как им бы хотелось, просто у них навязчивая идея бывает по поводу собственной внешности. Они слишком близко воспринимают малейшие изменения в своем организме, и возрастные, и привесные, и малейшая морщинка и прочая на лице, это уже трагедия века. Но, дорогие мои весы, было бы здорово, если бы мы всегда были молодыми, красивыми, безупречными, и ничего с нашим организмом не происходило. Но, к сожалению, тенденция старения, а ее же никто не отменял. И вы в этом плане не исключение, надо просто достойно принимать то, что является естественным. Вот. Ну, а это уже разговор скорее на другую тему, но нарушение гармонии весы воспринимают особо остро, и могут завести себе даже психологические особенности и проблемы, которые уже психиатру надо будет лечить у этого знака, потому что они слишком бережно и слишком многого хотят от своего организма. Поэтому, понимая, что изменения во внешности имеют у весов даже психологическую подоплеку, можно сказать, что им, конечно, было бы здорово сладким не увлекаться. Почему этот знак выведен в отдельную, так сказать, стезю, кому сладкое, мочное не очень как бы полезно. И только потому, дорогие мои друзья, что вы сами себя же забечуете. Это вот тот знак, которому лучше находиться в средней норме, вот, и не иметь ни излишеств, ни прочее, потому что, когда весы берутся за самовоспитание и, так сказать, за возвращение собственного веса, их может неожиданно качнуть вообще в полную дистрофию, поэтому и вывести их из этого будет достаточно сложно, потому что весы достаточно упрямы в вопросах собственной внешности и даже не хотят воспринимать никаких замечаний со стороны людей, которые видят их состояние, но они по-прежнему упорствуют, придерживаются только своей точки зрения. Поэтому тут надо быть очень и очень бережным к себе, дорогие мои весы. Красота – это когда усредненно всё, ни излишняя полнота, ни излишняя худоба, которую вас иногда качают, не является красивой, как бы вы ни пытались это доказать спиннорту. Ваш рацион, он же давно прописан, он исторически буквально у вас находится внутри. Белки, салаты и углеводы, они, конечно же, нужны, но их нужно потреблять, конечно, в первую половину дня, безусловно. В вашем рационе должен быть однозначно мёд, однозначно тростниковый сахар. Не стесняйтесь его добавлять в чай утренний и обеденный. Но после обеда, конечно, белковая пища и салаты – это ваша традиционная история. Тогда вы будете и в форме замечательной. Рис, рыба, бобовый – это ж никто не отменял. Пожалуйста, жмите, наслаждайтесь жизнью и прочее. Но если у вас есть тенденция, например, объедаться сладеньким, и вам всё время это хочется, тогда помощь вам сушка. Это в виде, например, того же самого изюма, который можно себя для утоления вашей страсти к сладкому употреблять. Впрочем, даже если вы следите за фигурой, изюм вам тоже полезен и полезен весьма. Почему? Потому что это калий, это поддержка сердца. А в наше стрессовое время это особенно важно и полезно. Что ещё замечено у весов? Они часто сладким, заедают в стрессовые ситуации, когда у них есть эмоциональные, так сказать, взрывы, им остро хочется сладкого. Но я вам тоже здесь рекомендую, дорогие мои друзья, если вы относитесь к тому незначительному подотряду, кто единожды и начал ест сладкое, мочное, не может остановиться, то всё-таки, конечно же, курага и изюм. Это ваши основные, так сказать, поставщики сладкого. Ну и, конечно, мёд, который нужно употреблять, когда есть возможность для того, чтобы поддерживать вашу неукротимую историю к сладкому, и при этом не нарушить тот гармоничный баланс в вашей фигуре, который вас может довести до психологического срыва. И не надо бояться, дорогие мои друзья, если вас в любом случае тянет на сладкое. Скорее всего, это реакция именно весовская на дисбаланс жизни, который с вами сейчас происходит. Это желание подсохарить жизнь, если она реально, они предоставляют вам возможности наслаждаться ей в полном объёме, радоваться ей и прочее. Поэтому у весов является одной из тенденций заедать стрессы и заедать именно сладким. Так что, если вдруг у вас сладкое поманило, скорее всего, вы недовольны тем, что вы имеете условиями, в которых вы живёте и прочее. Купите себе и имейте всегда в доме сборные пакеты, где присутствуют всевозможные орехи, сухофрукты, цукаты. Это вам самая лучшая ситуация поддержка, выйти из дисбаланса житейского, чтобы не объедаться сладким, которое не полезно. дайте организму тоже сладость, но и из той категории, которая называется здравой, полезной и необыкновенно важной. И орехи, и то, что перечислила цукаты, изюм и прочее, курага, поддерживает прежде всего мозг. Здравость придёт всенепременно, а для фигуры никаких побочных эффектов подобная смесь не приносит. Организм ваш нуждается в подобных наборах, пожалуй, их создали именно для вас, дорогие мои весы. Не сочтите за навязчивость, что я подняла эту тему для вас, но не хотелось бы. Вы относитесь к той категории знаков, которые очень быстро приобретают фанатизм, если начинают чем-то заниматься. Потому что чашка весов, единожды начав перевешивать, стремительно идёт ко дну. Держаться средины вам достаточно сложно. Поэтому не хотелось, чтобы вы себе бичевали за то, что наели килограммы, потому что заедали стрессы. И в то же время я вас остерегаю от другой части вашей жизни, куда вас может метнуть граната. Вы так можете настойчиво оттачивать свою фигуру, что дойти до полного абсурда в этом смысле. И анорексия, я считаю, одним из тяжелейших заболеваний, которое легко сражает человека, но выйти из этого состояния иногда просто невозможно. Поэтому и затеяла этот разговор. На всякий случай пусть будет. Следующий знак, о котором мы будем говорить, это будет знак стрельца. Стрелец удивительный у нас товарищ. Он любит жить красиво, сочно, вкусно, сладко. И эти слова здесь употреблены совершенно не напрасно. Потому что одним из удовольствий, которое стрелец по праву берет от жизни, это вкусная еда. Можно сказать, что это основные сладкоежки с сего Зодиака, большие гурманы, любители покушать. Поэтому, учитывая, что все эти радости прилагаются автоматически к натуре этого знака, ему, как никому другому, нужно послеживать за количеством сладкого, которое он употребляет, за количеством пищи, которую он ест, за распорядком питания. И любимая затея наедться на ночь должна категорически пресекаться. Потому что природа распорядилась так, что стрелец не в состоянии себе отказать в том, чтобы вкусно и не вовремя покушать. И учитывая, что эта слабинка дается от природы, надо научиться контролировать и помогать своему организму. В чем природа, как бы, может быть, и просчиталась со стрельцами, она увязала в некотором смысле удовольствие от жизни, а также восполнение энергетических сил напрямую, вот именно с едой. Поэтому в данном случае я не говорю, что все стрельцы грузные и прочие. Но если дать волю быть малоактивным и, так сказать, позволить себе быть у холодильника ровно столько, сколько захочется, то стрелец может явно не удержаться. Если мы говорили за сладенькое, то тут однозначно можно сказать, что от сладкого стрелец получает мгновенное удовольствие, эйфорию, которую, собственно говоря, переоценить невозможно. Именно за вот этим кусочком счастья, особенно если в жизни что-то не сложилось, а также, собственно говоря, какая-то сейчас растительная полоса, стрелец и ныряет в свои закрома, и съел конфетку, пирожок, пирожное, запил это молочком, скажем так, или там, ну, в общем, на пожевавшись крепко, получает компенсацию за потраченные нервы и в некотором смысле удовольствие от жизни возвращается. Как, впрочем, и энергия, которая ему непременно нужна, ведь стрелец – знак достаточно активным. Но дело в том, что, стремясь к энергии, иногда стрелец не рассчитывает то количество энергии, которое получает от выеденной пищи, потому что если ты запросил энергию, то, соответственно, должен потратить физически, поработать или заняться какой-нибудь серьезной физической нагрузкой, пробежку там себе дать или сходить в тренажерный зал, но в общем, куда-то эту энергию деть. Но бывает так, энергия пришла, а потом захотелось полежать, расслабиться, отдохнуть, ну и так далее по сценарию. Все бы это не стоило упоминать, если бы ни одна особенность организма стрельца сладкая, особенно в больших количествах, он нарушает ему обмен веществ. Дело в том, что это тонкая история, и потом склонность к диабету, не только потому, что он наелся сладкого, как вы помните, а потому что гурманство, оно всегда заканчивается плохо, и в данном случае вот и нарушение дисбаланса по-сторону жирного, острого, вкусного, нажористого, могут привести к тому, что нарушается обмен веществ в пользу, конечно, грузности, а вот сбросить вес стрельцу категорически сложно. Воспринимаем и накапливаем быстро, отдаем и перерабатываем мышцы медленно. Так что вмотайте нос, дорогие мои стрельцы, если вам не нравится то, что вы видите в зеркале, только жесточайший режим и разумное питание с подсчетом калорий. Это, конечно, не ваш стиль жизни, но тогда не пеняйте на кривое зеркало, которое вы, в общем-то, считаете виноватым в том, что не нравитесь себе. Скорее всего, вот то уж, о чем мы говорим, это уже выраженная вами и, так сказать, выстраданная и созданная картина жизни вашей. И еще, когда вы едите в большом количестве, особенно сладкое, у вас начинается вспышка энергии, но возникнув, она точно так же быстро превращается в усталость. И вы для того, чтобы почувствовать опять себя бодро, опять добавляете сладости, опять вспышка яркой энергии, но она кратковременная и опять падение к усталости. И так вот все время в ожидании энергетического подъема вы мечете то, что, в общем-то, они особо полезны и нужны организму. Но отказать себе в сладеньком лицу достаточно сложно. У него в голове эйфорическая зависимость от подобных вещей. Он вспоминает, как ему становится хорошо после съеденной, например, конфетки. И рука сама тянется за очередной порцией. Конечно, жалкое предложение после вкусных стейков и сладкого питаться овощами, фруктами и орехами и сушкой, но другого пути в данном случае нет никакого. И никакой еды на вечер это однозначно для стрельцов золотого правила жизни. Как бы то ни было, дорогие мои, придется терпеть. Правда, терпеть и заставлять себя урезать стрельцу достаточно сложно. Но это ловушка жизненная. Это испытание. И если мы говорим о тех знаках, которым очень сложно совладать со своими пристрастиями и невероятно трудно выходить из этих тупиков, то уж примите как данность, дорогие мои стрельцы. Даже если вам удалось сохранить себя в боевой бодрости и в спортивный зал, это ваше естественное состояние души, считайте себя любимцем судьбы и редким исключением из сона ваших собратьев, которые гурманство предпочитает всем другим вещам. Но в этом плане не уступать тельцам, у которых культ еды, впрочем, и стрелец фору даст любому знаку. А многие из стрельцов прекрасно готовят, знают толк в этом вопросе. Но если вы возводите еду в удовольствие, своей жизнью достаточно доступной, которая всегда под рукой, было бы странно, если бы вы еще и не умели готовить. Урезать себе, конечно, стрельцов категорически сложно. Тогда пробуйте себя поощрять едой за хорошо проделанную работу, за, например, качественное что-то. Ну, в общем, придумайте себе, например, сладенькое, как бонус за ваши достижения. Ну и, конечно, количество однозначно надо урезать. Я не буду больше распространяться на эту тему. Совершенно ясно, чтобы вас природа сделала уязвимыми против изобилий пищевых всякого рода. И вам, к сожалению, надо себя всегда держать в руках. Но одержать победу над собой – это одержать самую главную победу в жизни. Вам над этим надо много работать. Урезать себя и урезонивать вам достаточно сложно, потому что тогда вы считаете, что ваша жизнь не блещет теми красками, которыми могла бы. Поэтому в данном случае, ну что ж, остается только подвести жирную черту под вашей историей, перейти к следующему знаку. Ну, мы сегодня взяли только тройку знаков, которым особенно нужно следить за своим рационом и не увлекаться сладеньким, потому что в данном случае ничего хорошего они себе этим сладким не прописывают. И третий знак – это овны. Овны зависимы от сладкого, потому что оно их стимулирует к энергетическому всплеску. Дело в том, что быстрые углеводы – это быстрое топливо для нашего организма. Овен – человек энергичный, быстро зажигающий. Быстро сжигающий топливо, которое находится у него в организме. Поэтому он четко знает, буквально на природном уровне, что поев или попил чего-то сладенького, ты возвращаешь энергетические силы. Чем овен и успешно пользуется, тем самым нарушая баланс в сторону изобильного сладкого, заставляет свой организм перерабатывать больше, чем ему необходимо. Да, сладкое, безусловно, нужно, прежде всего для мозговой деятельности, буду напоминать, периодически. Но что занадтое, то не здраво. Если вы вот варили когда-нибудь варенье, вы прекрасно знаете, что если переложить порцию сахара, то есть добавочную на глаз, скажем так, иногда варенье, оно не портится, но оно засахаривается. То есть излишние кристаллы сахара кристаллизуются, вот, и показывают всем, кто это варенье пробует есть, тут сюда явно переложили сахара. Жидкость и сок фруктов не смогли его переработать, оставить в жидком состоянии, и оно кристаллизуется на стенках банки. Вот точно так же и у вас, дорогие мои друзья. Ровно столько, сколько нужно и полезно, это хорошо. Но когда уже идет перебор, этот перебор сахара у вас тоже кристаллизуется, как засахаривающаяся варенье. Вы даете энергии организму больше, чем он может принять, переработать без ущерба для себя. Поэтому ваше пристрастие по-быстренькому восстанавливать силы лучше заменить на привычку полноценно питаться, потому что с этим у вас как раз дело плохо. Есть время поел, нет времени не поел, начинаются легкие перекусы, шоколадки, конфетки и так далее. На самом деле вы своему организму служите не так, как положено. Он хочет нормального полноценного питания. Белки, овощи, фрукты, горячее, чтобы было там первое все непременно. А вот эти ваши быстрые перехваты на ходу, какой-нибудь фостут непонятного содержимого, или в основном сладеньким, быстренько заел и как бы есть не хочется, это нарушение обмена веществ. Энергию, которую вы вырабатываете в данном случае, она кратковременна. И если вы надеетесь только на одних конфетах продвигаться вперед, то боюсь, что это опрометчивое явление. Рано или поздно вы поймете, что эта энергия болезненна. Она ненадолго, она не дает вашему организму энергетического прорыва на несколько часов. И вам все время будет возникать ощущение, хочу еще, хочу еще, конфетку, конфетку, так сказать, подлился и усталость. Это неизбежная история быстрых углеводов. Они вливаются в ваш организм стремительно, и также стремительно их эффект исчезает. А вот запретить себе в очередной раз попробовать восстановить силы конфетки вам так же сложно, как знак устрелиться. Ваше бесконечное желание поддерживать свой энергетический тонус не должно быть связано с потреблениями быстрых углеводов, пирожка того же, перекуса или так далее. Вам нужна стимулирующая, долгоиграющая пища, то есть полноценный обед из трех блюд. Полноценный завтрак, полноценный полдник, и никаких вот этих набегов кратковременных, пожевал что-нибудь, лишь бы голод притушить и так сказать, энергию восстановить. Это не ваш стиль жизни, не ваше питание, и полноценной энергии вы получать не будете. Отсюда у вас будет состояние, то такое, сейчас побегу, что-то сделаю, два шага сделал и сдулся. Это говорит о том, что энергия, которую вы даете своему организму через сладкое, через какие-то фастфудные перекусы, ее на длительное расстояние не хватает. Ее хватает ровно на те два шага, которые вы делаете, а потом у вас ощущение растерянности, усталости, а вот если вы, например, примите полноценный обед, где еще будут сбалансированы продукты, то, поверьте мне, эффект от этой еды будет гораздо более продуктивный, а энергии вы получите гораздо больше для своих деяний, подвигов и прочих вещей, которые вы себе запланировали. Кажется, что я на вам навязываю ерунду, но вот вы жили до этого и нормально жили. Но дело в том, что кратковременная энергия, она не остается в организме, она влетела и вылетела. Все остальное, что вам нужно для работы и жизни, вы забираете из ресурса своего и так уже потрепанного организма. Вы не даете ему восстанавливаться при помощи полноценной еды. Вам все время не досуг, вы бежите вперед, у вас план на громаде, поесть вам некогда. А вот это то, что вы с себя бросаете, это короткие потуги вашего организма продержаться и выдержать. Вам все время тогда будет сопутствовать усталость и нежелание что-либо делать, потому что у вас не хватает сил. А закуск это все в правильном питании. Поверьте мне, найти время для полноценного обеда гораздо для вас полезнее, чем заставлять уставший и безжизненный организм куда-то стремиться и куда-то бежать, у него на эту же силу не остается. А сладости на вас особенно интересно влияют. Как только вы лишь куда идите в сладеньком, у вас наоборот, вместо энергии появляется сонливость и нежелание что-либо делать. Вот так на вас действует перебор в сладком. Когда вы принимаете это единовременно, у вас тогда наоборот, хочется поспать, ничего не делать, голова не работает. Должен быть вроде бы эффект взбодрения, на самом деле, с источностью наоборот. Но это вот такое природное состояние вашего обмена веществ, которое, собственно говоря, и такая реакция на перебор сладкого. А если уже вам ну никак без перекусов и не получается, тогда предлагайте не в виде конфет и прочего, а вот тех же орехов и изюма, кураги и прочее, которые гораздо более важны и нужны, как микроэлементы для вашего организма. Другого способа нет. Вам это тоже надо усвоить. Лучше наесться каких-нибудь семян или там, например, тех же самых орехов. И мозгам полезно, и жиры нужные попадают в организм. И мозги лучше работают, и прочее, чем поживаться сладостями, печенюшками, пирожками и прочим. Это кратковременная радость, излишки на боках, особенно при сидячем образе жизни, а пользы организму никакой. Так что, в данном случае, дорогие мои друзья, говорим только о трех знаках. Это не значит, что остальные там могут расслабиться или сладкое, и пытаться, когда хотят, и есть, что хотят, в любое время суток. Нет, конечно. Но для этих трех знаков это особенно губительная история, которая приводит к разбалансировке не просто ритма жизни, например, с которым можно побороться. Дело в том, что нарушается внутренний механизм работы организма, то бишь, обмен веществ. И эти трех знаков очень быстро получают вот эту негативную историю в виде разбалансированного обмена веществ и бороться с последствиями подобного вопроса им особенно сложно. Поэтому их выделяют отдельно. Но этот разговор не без причин, и для всех остальных в том числе. Мы им очень много себе позволяем, и нас соблазняют в магазинах прекрасными пирожными, прекрасно оформленными. Там много чего интересного, сливки, масло, все добротно, сладенько, вкусненько. Организм просто пищит возле прилавка, он этого всего хочет. И его можно понять, особенно если вы работаете умственно, вам особо будет трудно пройти мимо сладкого и прочего, потому что мозг требует пищи, он устал, ему нужно подать углеводы. И в принципе не сопротивляйтесь, но меру надо соблюдать, потому что обмен веществ нарушается очень быстро, особенно вот, напоминаю, этих трех знаков, которые мы перечислили. А то, что разбалансировано, иногда собрать до кучи исключительно сложно. Поэтому сладкое нужно, но сладость, сладости рознь, дорогие мои друзья. В виде кураги и изюма, это полезная сладость. В виде многотонных вариантов сахара и прочее, которые мы поедаем, только для того, чтобы вернуть себе силы, это путь в никуда. Все-таки это тема для размышления. Я ведь вам ничего не навязываю, я просто предлагаю разные житейские темы. Ведь оно у многих витает в воздухе, правильно? Мы же у нас как, лето приходит у нас приступ борьбы с лишними килограммами, зима приходит, у нас борьба с чувством голода, желание согреться и нажраться, правильно? Поэтому в данном случае лучше ни то, ни другое. Лучше среднее и полноценно питаться. Тогда вероятность того, что у нас все будет здорово и энергия будет восполняться, и нищим будет бороться потом в виде лишних килограммов, это самый лучший путь. Вот вы скажете, да, вот она там вещает, а сама? Сама я тоже человек, дорогие мои друзья, и тоже грешу теми же вещами, о которых говорю. Но коль у меня есть такая практика часто опираться на собственный опыт, я вам точно могу сказать, то, о чем мы сейчас поговорили, нам надо все-таки этого придерживаться. То, что мы проделываем со своим организмом, это бесчинство. Мы заставляем его работать в совершенно ненормальном ритме. Мы его заставляем съедать то, в чем он совершенно не нуждается. Внутренне мы получаем даже от этого удовольствие. Только вот то, что с нами происходит после нашего такого отношения к организму, нам потом рассказывают доктора-профессионалы, к которым мы неизбежно придем. Поэтому это очередной призыв, может быть, в никуда, пересмотреть правила питания. Если хочется сладкого, мне его тоже хочется. Купите себе коробку изюма и коробку орехов. И милости прошу, счастливый путь к здоровой жизни. А с вами была Елена.